Наклонилась вокруг и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих. Одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисусова. И они говорят тебе, жена, что ты платишь? Говори. Простите за создание. Унесли Господа моего и не знаем, где положили его. Господь говорит, сделала царь у человека. Посмотрите, что есть. Мы пристали очевидную сеть, Михаил Польгуев. Ну, пока ставили, по ширине оказалось мало берега, пришел к наискосок. А это мы каждый день надеваем, чтобы не утонуть. Потому что лодка и подушки спускают. Я сразу спрошу, кому рыба нужна? Не просто рыба, а золото. Золотистый карась. Так, раз, два. Ну, три. А ты-то что? Ты же на нашем столе сидишь. Давайте садитесь к нам, потом рыбу разберем. Потому что я сразу разделю. У меня их 42. Ого. Ох. Кое-как выгодный перегуб. Скажите, на каком месте идете? Так, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 5 по 13 стихи. Сейчас читаю толкование. Сам он пришел прежде. Увидел лежащие пелены и ничего более не следует. Но дожидается Петра. А главный Петр вошел внутрь гроба и тянетно осмотрел все. Тогда и он, Иоанн, вошел после него, Петра. Увидел погребальные пелены, лежащие отдельно одни от других. Их и уверовал. Впрочем, не тому, что Господь воскрес, а тому, что Его украли. Он поверил словам Марии, что взяли в Господа. Почему же поверил Марии, а не помыслив о воскресении? Потому что они еще не знали Писания, что Ему надлежит воскреснуть из мертвых. И поверили Марии, подозревавшей похищение и переложение тела. Итак, они возвратились к себе, то есть сами по себе, ничего более не узнавшим. Мария, посвойственной женщинам чувствительности и любви, к слезам стоит у гроба и плачет. Не находя Иисуса, смотрит на то место, где положено было любимое тело. И в этом одном находит утешение. Зато и удостаивается видеть больше, чем ученики. Она увидела то, чего они не видели именно, двух ангелов. Видение ангелов было для нее величайшим утешением. И светлое их одеяние, и сидение их одного у головы, а другого у ног, показывало, что они знают нечто большее, и если будут спрошены, могут наставить. И слова «Что ты плачешь?» полны искреннего участия. Чтобы Мария не смутилась, как женщина, вопросом этим утешают ее смущения. Спрашив с таким участием и кротостью. «Жена, что ты плачешь?» Она же с жаром и любовью отвечает. «Унесли Господа моего, потому и плачу. Не знаю куда, и переложили его. Я пошла бы туда, помазала бы тело его. И в этом, по крайней мере, нашла бы некоторое утешение. Ты же пойми, как Петр деятелен и горяч, а Иоанн проницателен и способен к разумению божественных предметов. Чисто созерцательный предваряет знанием и даровитостью, а деятельный отстает. Однако же усердием и старанием побеждает остроту его, и деятельный первый усматривает какую-нибудь божественную тайну. Неподобное или нечто бывает и в науках. И здесь из двоих мальчиков малоспособный и медленный старанием превосходит того, который по природе быстрее способнее. Так и в духовных предметах деятельный и неискусный в слове нередко понимает лучше, чем созерцательный. Всякая душа, господствующая над страстями, называется Марии. Очистившись посредством бесстрастия, она видит в Иисусе Бога человека. Ибо один из ангелов, сидящий в главах, указывает на Божество, а другой, сидящий в ногах, на уничиженное воплощение Слова. Впереди прочитали, что они не знали о Его воскресении. А раньше в пророчестве не было о Его воскресении. Почему они не знали? Иисус воскресший, придя упрекал учеников за неверие. Иисус воскресший, придя упрекал учеников. За неверие. Ну, а грамотные были, по всей виду. А которые грамоты вообще отвергли. Дали денег, скажите, что упрали. Может, грамотным еще хуже дело стояло? Кто тут был? Иосиф. Не ходили двое грамотное. Ну, Иоанн. И вот дальше шли они в омах и говорили, что пророк, пророк, да, в третий день, как нет, его. И вот она начала дояснять из закона, из пророков, из псалтыры. Доказывает, что они не верили, видели, верили. А как же Мария дальше говорит? Унеси моего Господа, хоть она его признавала. Ты знаешь, надо в них, в эту обстановку. Относительно моего Господа, это на других языках, Господин и Господь одно слово. У немцев Гер. Гер дишит. Гер. Иисус. Иисус. Если по-английски, лорд. Лорд. Лорд – князь. И лорд – Иисус. А у лорд – джизис прайс. Лорд. А у русских слово это, раз два. Здесь есть глаза и очи. Есть лоб и есть чело. А какая разница? Это что? Что в лоб говорит, что пол-ух. А что в лоб пол-ух, это есть разница. А в лоб это внутрь. А пол-ух, сверху. А вот здесь почему не верят в море и другие? А пророчества, говорит, были. А какие? Если они были, какие? Почему они не приводят пророчества? Родится в Лифлееме. Там есть еще что-то. Пророчества, ссылки. Здесь пророчества и ссылки нету. Вот когда ты это все в себе раскачаешь и поймешь, что что-то не хватает, тогда это место запомнится. И об этом можно говорить, с кем встретишься. О Христе в пророчестве было около 300. А в воскресенье, ибо написано, говорит, ибо пророкам написано, что Назареем нарещется, рисует Христос с длинными волосами. Видите, рисует. А на каком основании? Он Назареем не был. Он же поселился в Назарете, и Назареем нарещется. Ну, на Алтае, Алтае. Потому что в Москве москвич. От города. А этот город у Назарея совпадает. Он не был Назареем. А почему? А вот, говорит, друг, мытарим и грешникам любили пить вино. А Назарея урод не брали. Ни винограда, ни кожицы, ни семечка нельзя брать. У Назарея не было. Так-то голос и короткий был. Согласно, наверное, Слово Божие. Да. Это так привыкнуться рисовать. Притом, ни на чем не основано. Хип пересует Христа в керпи с футболом. Вы что, верите, что ли? Хип пересует Христа в бейсболке. Вы понимали, как Путин говорит, придут. А вот здесь пророчество было. И не оставишь души моей в варе. И спятому твоему не дашь увидеть тление. А у нас теперь нетленное на каждом шагу. Каждое нетленное. Нетленное. Это пророчество могло относиться к любому, кого Господь посетил. И он нетленный. А вагде души не оставишь. А проверь, душа там или нет. А он не варит. Каждый доказывал это. Вот он знаменитый иман у мусульманка. И она, вот видели, королев, птичка-певчика. И она околаграммиссу, молится его. Тоже к нему взывает и получает просимое. Но она, как не боле, еще на творчество, так она к своему выбиршему мусульману. Меня спрашивали когда-то, говорят, ну а почему православные священники, людям не могут доказать, что наша вера истинная, показать мощи иконы мироточивые, пусть они в наших чудесах запернутся. Я говорю, нам кажется, что он не сотлел, а видно, что это труп. Где-то рука, палец, отпалку, любое. А у них 300 лет назад похоронены. И кровь пульсирует, как будто у него. Он как будто сегодня глаза закрыл. В азотарной суда все ездят по этой тематике, в аргументах и фактах пещатые. Где пещане стали подходить, такие как Марию Египетскую, отбросила энергия. Она хотела в Храм войти, да ее Господь не допустил. И когда ты все это знаешь, что такое доказательство? Да хорошо, что еще не доказывают. Я Александру Мерину говорю, дали бы нашим священникам сказать слово по радио-то, по телевидению, вот бы было. Хорошо, что не дают. Такого петуха дадут, говорит. Вопрос-то задавал, а я не знаю, у нас не проходили, то и другое. А то начнет такую разъединенная тимония, он сам не знает, чем кончик. Это надо во все это вникнуть. Почему Ян Заталуз говорит, чтобы душу обратить к Богу? Ответить на вопрос, нужны тысячи талантов. Не два, не три. А чтобы покрестить, ни одного не надо. Достаточно, чтобы быть рукоположенным. Сегодня так скажи, ой, мы заехали в большой долгул, кажется. Здесь храм, хороший, красивый. Вы зашли в храм, никого нет. Голову повернули, киоск торгует, и батюшка стоит за киоском. Ни одного прихожанин нет. Он говорит, что для литургиев, ни одного нет. Один, и за торговой точкой. А я ему говорю, вот мы проехали до Дальнего Востока, положение Аховы. Просто духовная развалина. Что вы? Такие монастыри и строят, открывают. Я говорю, это проехал патриарх Кирилл и сказал, патриарх сказал, ну, наверное, так и есть. Вот у сера, говорит, заговорил богатый, превознеси до облаков, заговорил бедный, говорит, да кто ты такой? Вот в этом вся суть. Мы не истинные ищем, а написано, нашелся праведник, и город освободил от оккупации. Один вышел, в серах вспоминает это. Мы должны научиться смотреть не на людей, а в Священное Писание, а про Родчество, что Христос воскрес практически не знали. Не было этого. И поэтому приняли. У нас еврейка приходила, Паина Соломонова. Ну и я, как герою поют, верую, Бога истина, Бога истина, она не поют. Она его признает за Мессией. Обещанный Мессия пришел, а что он Бог? Она меня тогда так подкосила. Ну вот, как Захей принял, ты принял его? Я говорю, конечно, принял. И у тебя за столом он сидит, обедает, и ты на него смотришь, ну да. Из-за кого-то он принял-то? Ну, обещанный Мессия. Ты такой же, как еврей. А ты поверил бы, что за столом сидит Бог, сотворивший галактики вселенные. Я говорю, нет. Вот я такая. Мы с тобой одинаковы. Сегодня-то у меня вера не написана, и Бога истина от Бога истины. Сегодня святые отцы церковь, а тогда ничего этого не было. И какой-то пришел плотник, неграмотный единого класса, я Бог, как миссарион. там милиционер Сергей провозносил себя Христом, отпустил длинные волосы, его везде принимают. Там такие сиренеры строятся. Это мы думаем, а, написали письмо, я же раз послушал Осипова Алексея Ильича, ну там, за молитву платят где-то. Вы не думайте, что это миллион, это миллиарды, миллиарды рублей. Одна молитва первая четыреста пятьдесят, вторая полторы тысячи. За каждого человека деньги шальнее идут. Поэтому можно строить миллиарды. Да мы дорогу нынче аспальтную сделали. И когда на все это смотришь, сколько же я не знаю. Вот Осипов шарам не открыл эту дверку, посмотри, я не думал о миллиардах. Так пророчества зашить выходе не было, и поэтому Господь за это нет застилом прикал а они уверены. А как доказать верою? Если ты избран Богом, тебе это Бог откроет. Не надо доказательств. Мне Бог это открыл, я говорю, Иисус Сын Божий. И Он же есть Бог и истина, Бог и истина. Никаких доказательств не требуется. А что ты воскреснишь из мертвых? Все в природе воскресает. А как доказать, что будет воскресение из мертвых? Я на том твоем самое лучшую доказательство несправедливость на земле. Никогда бы не подумал куда вывести. Но ты согласен, что Бог справедливует? Согласен. А на земле есть справедливость? Да нигде. Особенно депутаты получают. Учитель получает сколько? Полтора тысячи. Да он с ума сходит. Это много дали. Сколько получает? Спроси. Полный оклад учител. Десять. А ваш министр по образованию трескланы миллионы. Революцию для этого надо было делать. Равноправильно. Да он учеников не видит. Они уши не мотают. И так он сейчас вышекнул и и все иди гуляй. И поэтому чтобы дать ответ о чем надо просто себя ввести в эту обстановку. Я бы оказался вместе с ними точно так же не сказал. И не поверил. А вот когда при закрытых дверях вошел показал в руки ноги душа запретала узнали это это он пришел вот одно место и как оно нас ставит лишний раз не осуди применик себе а как бы ты себя повел. Вот почему церковь исповедников которые брали пытали но остались живые к ним особое отношение и церковь дала право им заступаться за тех которые потерпели крушение во время когда их пытали они не выдержали и идолы уже принесли их из церкви выкинули и ходатайки нет и церковь установила могут ходатайство те кто сам это перенес это не каждому дано царь Константин когда собрал епископов со всего мира съехались и он подходит а в нем вот так вот руки сложены может быть за руку взял а почему ажаскорили железный брусок пламенем плавит и руки на нем забыкали а тут власть изменилась и он эти руки освященные пытками целовал император вот так мы должны это все проверять теперь видеть вы про златоусты говорите что самое лучшее доказательство что будет суд это здесь справедливости нет на земле нет ну согласился я тоже а бог справедливый и что а где справедливость сожжал 66 миллионов сожжал умер с такими почестями люди другу давили евгений пушенко пишет сколько людей погиб на улице топтал народ их когда шли ко гробу ничего это значит справедливость должна где-то быть за гробом а сам подумал бог если божий суд ясно кто такой и теперь он в тайне не ведет а ходил богослужения стоял мудминистр все но все несправедливость эти крестьяне которых не приняли пошли в бурнаки тянут колбута и все гремит изберит и метель кричит есть божий суд есть божий суд это он стихотворение такое написал и мы должны это видеть справедливость сидит на земле значит она в другом месте значит есть божий суд это самое мощное наказательство 14-18 стихи пророчество о воскресении не было пророчество получается о воскресении как бы не то чтобы не было оно было но на нем никто внимания прощал не относили никак потому что то что вы сказали это из псалмов да Давид говорит о себе и святому твоему и нашим именителем и все понимали это о Давиде кого не спроси в школе преподавали о Давиде а вот ради умершего Бог делает добро неоднократно город оккупированный Господь говорит помилую ради раба моего Давида которого давно уже нет как важно оставить добрую память и припоминать это все сказавшись и обратилась назад и увидела Иисуса стоящего но не узнала что это Иисус Иисус ей говорит жена что ты плачешь кого ищешь она думая что это садовник говорит ему господин если ты вынес его скажи мне где ты положил его и я возьму его Иисус ей говорит Мария она обратившись говорит ему рабуни что значит учитель Иисус говорит ей не прикасайся ко мне ибо я еще не вошел к отцу моему а иди к братьям моим и скажи им восхожу к отцу моему и отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему Мария Магдалина идет и возвещает ученикам что видела Господа и что он это сказал ей толкование для чего Мария обратилась назад когда она беседует с ангелами что ее побудило обратиться назад вероятно пока она говорила с ангелами Иисус внезапно явившись позади ее привел их в изумление и они увидев владыку и видом и движением и взором тот час обнаружили что они увидели Господа и женщина сия Мария заметивши это обратилась назад быть может он ангелом явился в поразительном виде о Марине в таком но смиренном и обыкновенном почему она и сочла его за садовника именно того сада в котором был гроб посему же она и говорит Господин если ты вынес его то есть если ты украл его и не говорит Иисуса но его говорит как бы знающим в чем дело и так если ты унес то есть взял и украл отсюда то скажи мне где ты положил его я возьму его и переложу в другое место где он будет погребен великолепно быть может она боялась чтобы иудеи не наругались и над мертвым телом и потому желала чтобы оно переложено было в другое место им неизвестное намерение жены полно любви но она не может представить себе ничего высокого и как она сама по себе не могла помыслить ничего высокого то Господь голосом своим дает ей знать себя ибо он произнес только имя ее и тем вложил знания подобно как иудеям иногда давал узнавать себя а когда при них был и они не узнавали его а иногда при них был и они не узнавали его так и в речах когда хотел тогда давал узнавать узнавать себя подобным образом и теперь когда захотел тогда дал Марии узнать себя по голосу без сомнения он и прежде гласно говорил ей жена что ты плачешь но Мария не узнала ибо не было на это воли Иисусовой а когда он восхотел она узнала его по голосу она обратившись говорит ему как это она вела с ним речь и говорила скажи мне где ты положил его а теперь евангелист говорит что она обратилась мне кажется что она сказав где ты положил обратилась к ангелам быть может с намерением спросить их почему они изумились потом Христос назвав ее по имени изумил ее своим голосом и от них обратил к себе и она узнавши его теперь сказала она желает подойти к нему обращаясь с ним как и прежде и быть может обнять как возгрубленного но он возводит ее мысль чтобы она помыслила нечто высшее и внимала ему с большим почтением не прикасайся ко мне то есть обстоятельства теперь уже не в прежнем положении и я не буду уже обращаться с вами по прежнему хотя он не сказал это этого словами но таков смысл слов восхожу к отцу моему я туда спешу а как я спешу туда и уже не имею такого тела чтобы обращаться с людьми то надо быть благоговение ко мне к высшему обыкновенной беседы и прикосновения то есть обращения смотри же сколько мыслей евангелист выразил кратко господь сказал не прикасайся ко мне потом как бы кто спросил почему потому отвечает что у меня тело уже не такое какому свойственно быть в жизни земной но такое какое прилично небу и горным селением потом вопрошающий как бы продолжает зачем ты ходишь на земле когда имеешь такое тело потому отвечает что я не взошел еще к отцу моему но взойду ибо это выражает дальнейшими словами иди к братьям моим и скажи им восхожу к отцу моему и отцу вашему хотя взойдет не тотчас но спустя сорок дней для чего же так говорить для того чтобы воскресить ее ум и убедить что он отходит на небеса и тем и тем утешить назвав учеников братьями прибавляет и отцу вашему бог и нам отец но по благодати а господу он отец по естеству ибо он стал богом его когда он принял на себя человеческое естество мария удостоившись таких речей уходит и возвещает об этом ученикам вот как хорошо усерднее постоянство будь и ты усерден и быть может узнаешь что-нибудь высшее и у зачиняков слово сделаешься учителем ты учитель я к тебе буду обращать тарагуни а почему нет а то я тоже слово а учитель который учит не поет песня а что такое а ваучи отцы и сын тебе обратиться а ваучи примешь а ваучи ну уже далеко от таких обращений так сталин был вождь народа говорили гетки назывался пюрер пюрер что означает вождь у итальянцев был муссолини дучи тоже вождь но вот если бы к сталину кто-то обратился это слово другого перевода не было вообще нет ты сказал пюрер ставим что бы было за это голову пизать сказал войдет отсюда в гулаг а слово это привычка наша это другого перевода даже нету слова еще лучше мало кто знает а пюрер это все знают вот брат история-то какая привычка это вторая натура ее горит в дверь и она в окно ведет и вот здесь считаем сколько появляется открытий и он говорит так а другой второе толкование дает а второй говорит почему она оглянулась вот так а не по разному я впервые это встретил у Александра Ивановича Устинова у него семи толковые опоколицы одно предложение семь толкований понимает так церковь понимает так а змею сие так то есть я думаю об этом так то есть он сам как он думает и какое правильное Господь покажет да как потому что толкует не под замыслом как сегодня я вот думаю а подтверждение Писания а Писание подтверждает то и другое в одном месте написано лев у столена Иодина кто это Христос Христос а ходит лев крыкающий кого поглотить кто дьявол одним и тем же словом в слове Божьем и дьявол и Бог но ты один раз услышал и пойми что эта многозначимость не в каждом языке русский язык очень богатый великий могучий русский язык который я говорю и на щеле написано тайна но мы понимаем что на лбу а сказать на лбу блудецы написано как тоже не так 19-23 в тот же первый день недели вечером когда двери дома где собирались ученики его были заперты из-за опасения от людей пришел Иисус и стал посреди и говорит им мир вам сказав это он показал им руки и ноги и ребра свои ученики обрадовались увидевшим Господа Иисус же сказал им вторично мир вам как послал мне отец так и я посылаю вас сказав это дунул и говорит им примите Духа Святого кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся толкование когда Мария возвестила об этом ученикам естественно было что они или не поверили ей или поверивши пожелали что не пожалели что не удостоились видеть его сами посему он в тот же день является к ним так как они с одной стороны услышав от жены что он воскрес жаждали видеть его сами а с другой боялись иудеев и от того еще более желали увидеть это единственное для них утешение является вечером для того чтобы имели время собраться все вместе является когда двери были заперты для того чтобы показать что он и воскрес так же тогда как на гробе лежал камень иной поделиться как они не сочли его за призрак но прежде всего жена притворившая их произвела в них сильную веру потом он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшиеся мысли сказав мир вам то есть не смущайтесь этим он напоминает им то слово которое сказал им перед страданием мир мой даю вам Иоанна 14 27 обрадовались ученики увидев господа и об этом он так же предсказывал им предстраданием увижу с вами и возрадуется сердце ваше Иоанна 16 22 а так как они имели непримиримую брать иудеями то опять говорит им мир как же он нам сказал радуйтесь Матфея 28 29 потому что пол их был в печали так ученикам дает мир по причине брани которые имели с ними и будут иметь все и так прилично женам радоваться потому что они осуждены рожать в печали а мужчинам быть мирными по причине брани за дело проповеди показывает вместе и благие следствия креста это мир а как крестом приобретен мир то я посылаю вас на проповедь и утешение же им и одобрение говорит как послал меня отец так и я посылаю вас вы примите на себя мое дело посему бодрствуйте ибо я буду с вами примечай самовластие не сказал я умолю отца моего и он пошлет вас но я посылаю вас дует и дает им святого духа теперь он уделяет им несовершенный дар святого духа ибо таковой он даст им в пятидесятницу но делает их способными принятию духа ибо слова примите духа святого тоже что будьте готовы принять духа можно сказать и то что он дал им некоторую власть и духовную благодать только не воскрешать мертвых и творить силы но прощать грехи посему и прибавил кому простите грехи тому простятся показывая что он дал им этот именно вид духовных духовных дарований прощения грехов по вознесении же его сам дух не шел и преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование стоит узнать для чего он является учеником не в Галилее а в Иерусалиме ибо Матфеи 26-32 и Марк 14-28 говорят что он обещал увидеться с ними в Галилее как же он является в Иерусалиме некоторые отвечают что он ведь не сказал что я увижусь с вами только в Галилее а в Иерусалиме не увижусь значит это богатство любви а не повод к нареканию во лжи потом можно сказать то что ведь он обещает явиться в Галилее всем ученикам а в Иерусалиме является только принадлежащим к 12 итак нет здесь никакого разногласия ибо в Галилее он явился всем а в Галилее 12 и как явлений было много то одни евангелисты описали одни явления а другие другие иногда и два евангелиста сообщают об одном и том же но что у одного сказано сокращенно то восполняет другой примечай пожалуй достоинство священников оно божественно ибо отпускать грехи дело Божие таким образом их должно почитать как Бога хотя бы они были недостоин что от этого они служители божественных дарований и благодать действует через них как проглагола некогда через ослицу валаама чисел 22 глава 28 30 стих итак недостоинство наше не препятствует благодати и как через священников подается благодать так должно их почитать кто должно их почитать священников когда жития степей описывается то многие уверовали через чудеса Валентина у них жития коротенькое она просла на стену жертв ухопили а жертв у них серьезная вооружение она хнула ногой разговаривала больше еще не взяла а Татьяна наоборот поймали ее принести жертву идолу она увидела какое это ваш храм она дунула и всех жрецов задавила вот я не знаю батюшка помнишь или нет Ивана Даниловича Кашиновщук был в состоянии удовольствия каким-то Сергеем Кашилиным который увел группу молодежи баптистов православия православия но не православия но по-другому как-то что-то он и принял чудесами и я наконец встретил человека которая была видимо в его группе они говорят мы занимаемся так вы верите что Бог дает чудеса вот так написано он говорит смотрите и людям мы сидим за столом по воздуху поплыла акула акула рыба так все едем да вокруг держим я ему видел мы Павла собирали баррикад на 34 в другой раз он вышел и говорит вот уверите что я такой о себе я не знаю кем он себя называл они говорят а как это смотрит мы смотрим он на облаках сидит на облаках видит спокойно сидит как было не поверить но он говорит православным можно выпивать если я скажу нельзя грех то меня причиня керетикам а вы пьете я не пью но сказать что вино грех вот мы сидим на стол тут политвитали тут епископ иларион и вы наливаете мне вина целый стакан вино видно хорошее темно-коричневое выпейте я говорю я не пью выпейте тут молва пошла что вы считаете вино за грех я говорю нет не считаю докажите священники как я буду доказывать на анализы я взял перекрестился знаю что отравы нет выпил вот вы видели братья он не считает это за грех все больше не пей пьяниц у меня своих хватает и вот когда мы считаем здесь люди поверили такому-то чуду где-то не все поверили они стали объяснять по-своему объяснить если у человека на первом месте совесть но не все заприбраны и дальше нужно обязательно просить Бога различать духов от кого этот дух от Бога это или это от лукавого на облаках зачем это рыба проплыла здесь она должна там плавать а мы ловить ее будем зачем мы по комнате плавать но самое страшное было то что до этого они православные православные они знают баптисты придут к ним они всегда выставляют вино так может быть и за столом где-то маленько а так сидят за столом и обязательно бутылки и наливают Иван Данилович очень бутыл видите споил а они все пьяного мы никогда не видели никого но за хотим поджигал ему в Германии люди там машинку купили прислали видимо сарапинки были вот что за чудо от кого зачем я жизнь прожил я ни разу не слышал голоса ни одного видения а вот когда спал такое было мне кто-то скучал и точно в мое время на молитву вот сейчас явился Ангел ты пошел домой и вдруг Ангел тебе явился и говорит поклонись меня ну Ангел как же тебе поклониться понятно а святой говорит а я ему каждый день на молитве кланю зачем я тебе буду кланяться он вдруг захохотал и говорит хитрый ты узнал меня а один поклонился а там куриные ножки и они стали им играть Исааки Печевский кидать его как футбол не футбол а как бадминтон друг к другу братья утром пришли отче Исааки благослови а он забурованный ему боковщика подают молчок отче нету да давайте разломайте пищи зашли он без памяти и разузнали кое-как в чем дело и целый год водили его в столовой учили ложку держать и ложку надо не туда а к рту он не знал сейчас ложкой делать полностью вычистили чистота это единственное шитие которое я читал и два смех сдерживал в это время когда он пришел в себя он пришел в чувство стал молиться и отдельно уже не хотел вот это отдельно не хотел мне сделано за того смешно как научили я читаю ночное время Надежда Васильевича что-то на кухне делает двойник и руки в руках вот так достучало я остановился считать что делать у нас один общий на три квартиры там где-то на первом этаже пурга на улице ну постояли помнишь я тогда говорю ну может кто приехал отошел и ждет я постучал перекрестил дверь я не открываю никогда ну решил открыть открыл никого нет вышел на улицу чистый не затронутый в снег а окно одно никакого следа ничего нету как это считать я зато говорю так если ты увидел ангела и ангел у тебя требует поклонения это очень сомнительно что это ангел а за то что ты даже не поклонился ему нигде нет того чтобы тебя за это наказал Господь это твоя бдительность ты ничего не потерял не спеши падать вот какое научение ой ангел да я его тут принял подожди маленько жильем на небо не лезть если жильем кто-то лезет за ноги ухвати его видите какой святый на все есть ответ а потом высадь стал один и Бог вернул ему его силу он на пешку затопит от плита лопит и щели захватывает Бог огонь объехал объехал дьявол и она сядет заткнет трубу так он на пешку заскочит ногами голыми еще одну задавит а тот как пробка вылетает теперь у нас же ничего не было сделать он все перекрепел голыми ногами тушил на плите огонь мне показалось самое такое веселое что он отдельно уже не хотел но мой урок хороший хотел получить больше а потерял все надо за святые золотые середины кто начал поститься ослабел такой я как уже пятый день не ем а я на работу не пойду он знает Володя у вас там кто там говорил у нас сейчас пост ко мне не подходить я злой такой бываю а батюшка говорит бабушке ну как пост смирепые как медь делаются друг друга костылями гиру почему пост у нас пост и ко мне не подходить я очень злой делаю очищаю душу 24 29 фама же один из двенадцати называемый близнец не был тут с ними когда приходил Иисус другие ученики сказали ему мы видели Господа но он сказал если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу ферста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его не поверю после восьми дней опять были в доме ученики его и фама с ними пришел Иисус когда двери были заперты встал посреди них и сказал мир вам потом говорит Фоме подай перс твой сюда и посмотри руки мои подай руку твою и выложи в ребра мои и не будь не верующим но верующим Фома сказал ему в ответ Господь мой и Бог мой Иисус говорит ему ты поверил потому что увидел меня блажен не видевшие и уверовавшие толкование Фома не был с учениками вероятно он еще не возвратился к ним из бывшего рассеяния что значит замечание называемый близнец это значение имени Фома ибо как кифа значит камень так и фома значит близнец евангелист упоминает о таком значении имени Фома кстати чтобы показать нам что он был какой-то ненаверчивый имел такой нрав от самого рождения как показывает само имя когда прочие ученики сказали о Господе Фома не поверил не потому что считал их лжецами но потому что дело воскресенье считал невозможным почему и обвиняется в неумеренном любопытстве ибо как скоро верить легкомысленно так сильно упорствовать дико и грубо смотри он не сказал я не верю глазами но присовокупил если не вложу руки моей но откуда он знал что была рана в баку слышал это от учеников для чего Господь является ему не тотчас но спустя восемь дней для того чтобы он внимая наставление соучеников и слыша одно и то же воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время Господь желая показать что он был с ними тогда когда Фома высказал пред соучениками слова своего неверия не ожидает пока услышит от него что-нибудь подобное но сам вперед исполняет то чего желал Фома и употребляет его собственные слова и смотри сначала он говорит с упреком подай руку твою но потом вразумляет не будь неверующим но верующим отсюда ясно что сомнение происходило от неверия и посему напрасно некоторые в защиту Фомы говорят что он не скоро поверил по своей основательности ибо вот Господь называет его неверным смотри как тот кто сначала не верил от прикосновения к ребру сделался отличным богословом ибо он проповедал два естества и одно лицо во едином Христе сказав Господь исповедал человеческое естество ибо Господь употребляется и об людях например Господин если ты вынес его Иоанна 20.15 а сказав Бог мой исповедал Божеское существо и таким образом исповедал одно и то же Господом и Богом одного и того же Господом и Богом Господь показывает нам что вера состоит в том чтобы принимать невидимое говорит блажены невидевшие и уверовавшие здесь он намекает на учеников которые не касались ни ран от гвоздей ни ребра однако уверовали и не на одних только их но и на тех которые уверуют впоследствии сказал это не с тем чтобы лишить Фому блаженство но чтобы утешить невидевших ибо многие говорят блаженны очи видевшие Господа он утешает таковы говоря что более блаженство в том чтобы не видеть и веровать каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо рукой человеческую все это было делом снисхождения ибо тело вошедшее через запертые двери и потому тонко и легко было свободно от всякой грубости а чтобы уверить воскресение Господь показывает его таким и для того воскрес имея знаки креста и раны так же что он и ел ел не по нужде для тела но для удостоверения воскресения посему как прежнее распятие ходя по волнам Марка 6 48 он имел тело не иной природы так и ныне показывает он осязаемым и имеющим раны однако же хотя оно осязаемое и видимо но нетледно ибо это показывается для удостоверения а не по необходимости и закону тела ибо все вкушаемое входит в очрево и изменяется Матфея 15 17 чего у Христа после воскресения не было но вкушаемое принимаемое только для удостоверения воскресения было потребляемо конкретной невидимой и божественной силой потребляемой некоторой невидимой и божественной силой заметьте то как для одного человека Фомы Господь не отказался изойти и показать ребро чтобы спасти одну душу неверующую так и мы не должны презирать ни одного ни самого малого журнал выходит православный очень хороший дорогой блестящий такой помаг видел дочитаем коротенько потом разберемся 30 31 стихи много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес о которых не написано в книге сей сие же написано дабы вы уверовали что Иисус есть Христос Сын Божий и веруя имели жизнь во имя Его полкования ибо евангелист преправляет сотворил пред учениками своими чудеса же до страданий Господь творил не пред учениками а перед всеми посему евангелист говорит теперь о тех чудесах которые совершены Господом по воскресении ибо обращаясь с одним и только учениками в течение сорока дней он представлял доказательства воскресения как до страдания он творил чудеса в подтверждении что он Сын Божий так и по воскресении он совершал чудеса перед учениками в подтверждении что он Сын человеческий то есть носит тело хотя и нетленное и Боговиднейшее и уже не подлежащее законам плотским и так из многих чудес совершенных по воскресении записаны одни только эти и то не из хвастовства или для приложения славы единородным но говорит для того дабы вы уверовали и какая польза и к кому относится не ко Христу ибо какая польза ему от нашей веры но нам самим служит ибо веруя что он воскрес и жив мы приготовляем сами себе жизнь ибо он воскрес и жив для нас а кто думает что он мертв а не воскрес и не жив тот сам себе присуждает и утверждает смерть и погибель похвалу получил или порицание может быть больше всего как-то назидание или наставление как рассматривать его вот это желание не поверю не увижу не поверю а сколько людей которые не видели и поверили так похвально или не похвально то что он так сказал или он в самом деле поговорка афома неверующий как и вошло так он был неверующий или верующий верующий тут написано в толковании что нельзя быть сильно доверчивым и сильно упертым нельзя быть вот в этом вся и суть он апостол все апостолы видели а вот не видел и как это будет выглядеть поэтому он попросил и Господь устроил ему было кулакок еще выйди и пойди когда считаешь жития в ужас приходишь что монахи сделали с людьми монахи Господь родит и дети по всему миру и проповедуйте Евангелие это хорошо по другому пути нету то есть все эти добрые семьи всегда они придумали стены загородить никого не выпускать идти в пустыню и вот обращается и Асап житие в Адваа и Асап это интересное житие и через сцена приходит практически к Индии вот сегодня почти миллиард это были бы православные он уходит в пустыню они ревут идут плащут не уходи мы тут не знаем что тебе Бог открыл нет отдельно только в пустыне я уйду и бросил и пошел и все они вернулись к иголу это все жития об этом говорится как он тайно уберил ему как Господь открыл какое было учение твердое у монахов любыми путями в одиночестве не разговаривать молчание дороже золота а написано язык мой трость скорописца все проповеди нет ничего нет представь что создатель ревизии ислама Мухаммад умер в 632 году а Христос в 33 умер на 6 столетия он ровно позже пришел не 6 дней ни месяцев не годов а столетий и ни одного не послали в Среднюю Азию никого не послали туда где дальше идет где сейчас мусульманство никого нет это 2 миллиарда будет бы православное и все равно они давят и давят свое патриарх вот нераводная как выступил опять монастыри храмы строят в Москве 200 там такие митинги идут храмы рядом пустые зачем у нас детская площадка здесь 200 патриарх 200 любому патриарху 200 храмов откуда это что это и кому не нужны храмы вот как в Екатеринбурге это там какая-то война началась настоящая ну Путин это уже вмешался наконец-то провести рекоренду ну 87% за то чтобы не строить храм вместо другое есть храмов полно там и люди говорят мы не против но это там где мы гуляем дети наши выходят они отплатили лес парк ну это тут очень сильный бунт был ломают а и он людей начали арестовывать и выходят православные там они почему-то Владимир я знал другой митрополит и вот кто это их погинать нельзя которые против в церкви это значит их уже анапии придавать там война настоящая началась и что они сотворили выступает Александр Невзоров говорит Екатеринбург они еще не понимают что они заварили это может майдан начаться по всей стране сейчас но пусть и рай арестовали посадили а не лозун какой вали кресты спасай Россию и показывают пилами пилят везде эти поклонные кресты в храм стоят валят и гонят в этих трусиках или голая женщина электрическими пилами валят кресты арестовали еще добились они этого и хотели а что надо было делать я говорю меня никто не спрашивает но я был в Москве когда я сказал что надо было делать они в храме Христа Спасителя ворвались пресали падали кричали Пресвятая Богородица прогони Путина молитва новая Пресвятая Богородица прогони Путина ну их арестовали сплатились казаки там каких-то похлестали а дальше то что и показывают как лету через забор летом где-то на памятник залезли голод их специально заплатили хорошо а как надо было я когда у храма Христа Спасителя был люди-то были там и я сказал надо было храм Христа Спасителя сразу же закрыть на все замки как оскверненный они писали блудец и нечистоте они пришли на манеже и стали открыто перед народом разделиться в их купляции абсолютно бессовестно и к ним навстречу вот Андрей Кураев ответил правильно от счастья только я сказал закрыть храм Христа Спасителя а что дальше патриархи слушают людей в Москве объявить четырехмесячный пост кто хочет и тут же на площади до самого Москва-канал все что и день и ночь нашли молитвы о пробуждении народа а их трогать не надо они наказаны у них ни совести ни ума нету зачем их трогать было погалиться да за них-то и молиться больше ничего не надо было делать ничего этого не было сделано у них вот я вижу поступают так как будто ни одного разумного рядом зачем церковь потеряла на этом такое презрение в народе а почему не послушали это другой вопрос почему не послушали другой ну прям напрашивается а патриарх послушали бы народ бы приезжал собережались молились считали проповеди и ночью и днем свои проповедники но тут бы можно было в Москву там на ноги поднять ничего этого не было сделано а если бы никто не пришел а патриарх послушал у него полностерей только в Москве сколько там день и ночь чтобы огонь горел духовный да еще бы одни свечки там полыхали гипер сделал шестие факельное и тут там сотня тысяч может быть у каждого факел а тут у каждого свечка все молятся я говорю я не болитик но глядя на это такая печаль почему мы обошли храм Христа Спасителя с трех сторон Николай Кумичевин там кто был с нами мне кажется Сергей это первый раз приехали в Москву и мы везде падали на колени молились простирали руки а с четвертой стороны там замок ну там кнопка вызов полицейского мы нажали он из храма вышел чего хотели мы говорим нам нужно открыть чтобы мы прошли туда еще не забор жилистик мы хотим помолиться о сохранении православия за патриарха помолимся за единение Руси кто тебя будет слушать он ушел минута прошла примерно он выходит склещок дверь открыл мы пошли туда это все открыто как решетчатый забор и мы там помолились склонили колени и на коленях молились и плакали да если бы каждый день там такие делегации это были это что бы можно было сделать что живое православие они заботятся о патриархе заботятся о стране и мы все это засняли у нас в интернете стоит я не обманываюсь вот как тут даже варианта только один Бог Бог попустил да поэтому Бога его пиять надо полиция не решит вопрос да они казаки стали дежурить там везде бить кто виноват что они сушили но они все заранее разузнали когда бедят бедят интересно такое ощущение что перед 17 годом наверное так же были люди которые говорили что надо что-то изменить там православие да они не говорили даже этого православия просто лозунг дали Пресвятая Богородица прогони Путина они плясали перед алтопем ноги задержали вот так не видели кто там кто видел это не ну я видел это это плохие я говорю а вот в нашей истории были же вот кто про православие наверное тоже перед 17 годом говорил что давайте введем состояние в церкви сейчас в интернете встретенский хор мужчины все там видимо и не монахи есть поют и поют что Ахкати слава Богу за все так даже здесь и то обман допустили какой-то амфилохи написал и он написал Григорий Петров в ГУЛАГе за несколько дней до расстрела даже это и то перевернули все я сколько об этом говорил что вы делаете он умер так вот у меня есть книга к истину православия и там Григория Петрова как раз статья она небольшая написал митрополиту Антонию Храповитскому что православия то нету вот храм представь храм тогда Софийский был храм или строят строят уже ничего не видать где-то где храм как пристроят сколько выдумок разный сделает а к нему народ со всех сторон ехал и он говорил только о Христе ну почему к яму не зовут ко Христу как в Блокову звал а то перед иболюцией обыкновенность священник Григорий Петров написал такой чудный акапист его поют там и в картинках показывают зачем отвертого отнимать это я в числе первых когда он появился распространял его на считавые ну на плевых а сейчас какого-то там Эфилохи подсовывают даже не говорят что он такого показать надо кто-то ближе к престолу вот смотрите я маленький скажу рассказ кто такой Сакрат философ какой-то греческий греческий философа много было с чем он отвечал от других философов как он выглядел какие события из его жизни в нашей как он закончил жизнь когда писал кажется Максим Горький о Лениной говорит высокий сократовский лоб речь о сократии кто он такой был какое было у него училище где он собирал философ он не мог в Греции сидеть где-то он обязательно должен был быть оратором трибуном Зоя Крахмалик меня так обозвала вы трибун вам нужна капитал люди а я в кабинетной работе вот я статью написала горькие плоды славкого пленом она знает это все а так я нет какой я привод и вот я вопрос этот ставлю к сократу пришел однажды один человек ой сократ я такое узнал за человека о котором все говорят хорошо и он ваш друг такое узнал хочет расскажу скажи а ты уверен что то что сказали мои други это правда на сто процентов да нет я только слышал так ты мне хочешь рассказать про моего друга то что он сам не уверен так ну а хорошее это или плохое да нет это плохое итак ты пришел рассказать про моего друга не зная правда и неправда но нехорошее ну да а теперь мое отношение с другом улучшится ты же знаешь какие мы близкие друзья или хуже станут да нет наверное хуже ты поймешь что с кем ты подружился то итак ты пришел мне рассказать то в чем сам не уверен но хорошо знаешь что плохое и знаю что отношение не улучшится так стоит мне тебя слушать он говорит извини я пошел домой я не случайно это предисловие нам нужно всегда узнать одно дело недавно мне сказали вы демонизируете личность а то потеряете его демон демон показывает безнаказательна абсолютная стопроцентная ложь ни в интернете ни в книгах ни в разговорах этого не было в моей молитве этот человек всегда стоит в своей касте я отдельно молюсь о архиереях дальше молюсь о патриархе о папах каждый день мы это молимся о священниках о дьяконов там по порядку такие если кто вузах вузах я висы отдельно тоже графа у меня этот человек у меня по-прежнему среди своей категории на первом месте по сегодняшний день это он меня так называет он и в интернете и ролики стоят меня там и бесом и всякое это он кто это говорил попросил Бога прощения и пойми что там сатана трудится над людьми ни одного слова правды нет для меня печаль я молюсь каждый день вот какое дело никого не надо слушать у нас хорошие отношения а отношения улучшаются с каждым днем а почему я же сказал Сократу подошел сразу а у него были ученики училища не давали но он вошел в историю великими мыслями лысый был и жерамлива была ксантипа злобная такая но под каблучником где был тихий спокойный ученики сидят опять собрался ничего не делаешь сидишь она долго думала взяла там лоханку из лоханки туда и прямо на него а я всегда знал что за громом бывает дождь лысину вытер и все за громом бывает дождь и его обвинили в измене государства и далее распор цепуты и яд и он выпил его обвиненный было потом все обвинения были сняты ничего не доказано было вот такое дело сократ видите это изыщники конечно но в вопросах рассуждения о Боге он подошел к христианству вплотную не было еще Христа это до Христа было и рассуждения его были и о том непосиженности Бога это все кто-то ему открыл и сказать какие враги были у него по сегодняшний день не могут назвать ну он обречал он говорил но это не означает что враги если человек обречал значит обречить то есть показать истинный образ и показать каким ты должен быть вот и что делать и поэтому не всякому слуху версии Рахов говорит и как где говорят они говорят потому что ничего нет у них время очень много свободного а у нас нет мы даже опоздали вот сегодня немножко так я вопрос задам сейчас поднимите сейчас руку кому хорошая чистая рыба прямо из пруда она вся еще живая поднимите так раз два три три первое не поднимайте ты и так каждый день берешь что-то надо три да так Никита сорок два разделяем на три сколько будет тихо 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 сказала Ли Ли уже ответила сколько четырнадцать правильно теперь я хочу сказать еще раз закончу головы вы что с ними будете делать головами ну я жарю и ем я очень люблю жарю головы еще ем головы а внутренности вам нужны его а внутренности кошкам курицам цыгерам я вам подаю какие есть если вы их тут бросаете то мы голову моем голову не дадим собаку так сколько кошки давай там пожалуйста берите медру кто главный разделите сейчас помолимся да а то что не сложно боже а боже а в пресна блаженную и пренепоручную и мать я бога наше во честнейшую тяру и славнейшую без родины есть херафим без искления бога слово руч у сущ Благодарим тебя, Христе Божий наш, за Твою милость и к нам, за это мирное и тихое время, за Твое обильное благословение. И просим Того, Господи, не отвергнется от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отремя от нас. Тебе слава, благодарение, честь и похоронение, Отца Сына и Святому Богу, и не представитель Бога. Так, мы не против, если старшему посаду Никиту. Только не выбирайте, не выбирайте. Тихо, ты на них надо зайти, а ты просто зайдешь. Я, я, ух ты. Молодец, хорошо. Монарисовай меня. Покажи. А что в руках у него? Караси. Караси? Караси из 4,5. Большие, свежие. Аааа. Так, все, пора выйти, стали сказать, чтобы обложили.